Продолжение следует... Хочу передать слово 100-модератору дискуссии Вадим Можейко. Вадим, тебе слово, пожалуйста. Да, спасибо, Антон, спасибо за это представление. Всем еще раз добрый день. Сегодняшнюю дискуссию мы начинали планировать еще до того, как случился весь инцидент с западом самолета. Но, конечно, все эти новости сделали эту беседу только еще более актуальной, я думаю, к сегодняшнему дню. Потому что, действительно, все больше возрастает роль международных организаций. С одной стороны, мы видим сейчас, что белорусский кризис, сейчас схвата самолетов, в принципе, вышел на международный уровень. И, в общем, те подходы, которые раньше на себе чувствовали все-таки в основном граждане Беларуси, сейчас начинают, в том числе, почувствовали те пассажиры тварей с РНР. И, очевидно, это, в том числе, подняло белорусскую проблему в глазах международных организаций и, в первую очередь, европейских политиков, конечно. И, в то же время, на уровне роста репрессий в самой Беларуси, я вижу, что, с одной стороны, еще больше распят запрос на какую-то международную поддержку и на деятельность международных организаций, чтобы они вот что-то же сделали. И, в то же время, я, в последние недели, стал замечать, вот это нарастающее расторжение... Не надо раздражаться. Вадим? Да, расторжение нарастает. Алло, есть ли у нас связь нормальная у нас? Кстати, ты на секунд на 10, ты вылетел по этому нарастающему раздражению. Да, расторжение тем, когда говорят о глубокой озабоченности и просто произносят правильные слова. Ну, все это уже белорусов, кажется, не впечатляет, а, наоборот, только бесит. И, кажется, это заявление вызывает реакцию, типа, ну, окей, все с вашей озабоченностью глубоко и понятно, давайте конкретно, что будем делать. И, мне кажется, это некоторая дилемма о том, что же, собственно, делать, и о том, каковы реальные возможности на журнальных организациях. Потому что, иногда, кажется, призывают не очень, понимая к тому, что действительно можно сделать. И, в то же время, может быть, есть какие-то еще незадействованные механизмы, которые было бы можно задействовать, чтобы с белорусским кризисом как-то помочь разобраться и решить проблемы, наказать виновным на нарушение прав человека и так далее. И все это мы сегодня обсудим. Я бы хотел обратиться к Олегу Голодку, правда, сейчас не вижу. А, вот вижу Олега, да. Обратиться для того, чтобы мы вошли в белорусский контекст и начнем, сегодня будем говорить о разных международных механизмах. Мы начнем, наверное, с самого глобального, по крайней мере, так кажется, с Организацией Объединенных Наций и обсудим, а что, в принципе, ООН может и должна сделать для борьбы с безнаказанностью и для привлечения виновных в нарушении прав человека к ответственности. Ну и, собственно, какие механизмы подотчетности уже были задействованы, что уже здесь происходит. Поэтому, Олег, тебе слово. Что по поводу ООН? Да, спасибо. Я прошу прощения, что я беседую с вами из машины, но не успел добраться до чего-то более стационарного, потому что только вышел из суда. Как раз мы тут занимались белорусской реальностью. Той реальностью, в которой нужна помощь, в том числе ООН. Да, действительно, ООН – это не только самый глобальный механизм, но и фактически единственный специализированный механизм по правам человека, который для Беларуси доступен, поскольку мы не являемся членами Совета Европы, и вся эта европейская система, мы к ней не присоединились, и, соответственно, инструменты влияния и защиты для белорусов, вот эти инструменты недоступны. Почему я говорю про ООН как про самое главное, потому что там ОБСЕ – это, конечно, гораздо более мягкий механизм. Из ООНовских механизмов сейчас уже, можно сказать, задействовано достаточно много и, наверное, больше, чем когда-либо, потому что мы в полной мере работаем со всем спектром этих механизмов, которые есть, по крайней мере, из того, что нам известно, и даже чуть больше, наверное. Я имею в виду, что и спецзакладчики тематические, и спецзакладчик страновой, вот госпожа Анаист тут с нами присутствует, включены в этот процесс, мы к ним постоянно обращаемся и работаем в рамках их мандатов, и они с белорусским вопросом все работают. Беларусь получила не так давно глобальные рекомендации в рамках процесса НПР, вот долгоиграющие такие механизмы индивидуальных обращений о нарушении прав человека, комитеты которых, в рамках которых это возможно для Беларуси, это все тоже присутствует. Есть у нас сейчас запущен новый механизм, новый механизм расследования в рамках системы Верховного комиссара по правам человека, вот расследование тех пыток и бесчеловечных обращений, которые были в Беларуси. Вот эта система расследования запущена, не очень пока понятно, чем это закончится и что там, чего от них можно ожидать в итоге. Но, если так в целом оценивать ООНовскую систему, какая ее задача, функция и чего от нее можно ожидать, то я бы сказал, что, наверное, во-первых, главная самая задача – это назвать вещи своими именами. Это в рамках, это именно тот компетентный орган, право, который мы признали и который признан всем сообществом мировым, вот давать, проводить разбирательство и давать надлежащие оценки, уважаемые оценки того, что с правами человека происходит. Вот, в первую очередь, задача всех этих механизмов – дать оценку и назвать вещи своими именами. Без этого не может работать, на мой взгляд, качественно, эффективно не может работать все остальное, и ООНовские, и другие механизмы, которые опираются на вот эти ООНовские оценки. Конечно, очень я надеюсь, что важно те оценки, те выводы, те формулировки, которые делаются национальными правозащитниками, но, конечно, это все гораздо серьезнее звучит, когда это названо, когда эти заключения сделаны ООНовскими структурами, еще раз говорю, которые действуют в рамках международных мандатов и признаны в том числе и правительством Беларуси. Дальше вопрос, когда вещи своими именами названы, вопрос механизмов, как это воплотить в жизнь, как защитить жертв, как включить механизм компенсации. И вот тут мы упираемся в то, что действует, в первую очередь, авторитет, но вот наша страна демонстрирует, что мы, в общем-то, по-другому понимаем и стандарты, и оценки не разделяем, и не хотим уважать, ну, по крайней мере, не делаем, не очень признаем эти оценки, и не хотим выполнять того, что нам эти органы рекомендуют в итоге. Вот, и это большая проблема, с которую, на мой взгляд, дальше должны, конечно, хотелось бы, чтобы и ООНовские структуры не стояли на месте, а максимально развивали, скажем, свою же систему для того, чтобы она действительно приводила к эффектам, а не только к названиям. Вот, но и, что важно, что дальнейшие отношения и в рамках бизнеса, и в рамках политик, в рамках двусторонних, многосторонних отношений, вот эти оценки, вот эти рекомендации, вот эти выводы, посылы, которые делаются ООНовскими структурами, они, значит, дальше создают целую, как бы, систему мер, которая, пока, надо отметить, до сих пор не демонстрировала особого эффекта. Вернее, она, скорее, рассчитана на ситуацию, когда национальное правительство готово прислушиваться и уважать эти оценки. Вот, когда демонстрируют неуважение и неготовность, тогда получается, конечно, эффекта мало. Пока так. Да, спасибо большое, Олег. Действительно, спасибо за такой овервью ситуацией. На следующем я хотел бы тогда передать слово Константину, сегодняшний один из спикеров, Константин Диксеров. Мы как раз перед мероприятием в нашем Facebook-эвенте опубликовали вашу статью, касающуюся ситуации с западом самолета. Давайте, может быть, исходя из того, что вы писали, и в целом именно как профессор права, расскажите, в принципе, о механизмах ООН, насколько в таких ситуациях, как белорусская, это реалистично какие-то механизмы, помимо названия вещей своими именами, потому что это тоже, безусловно, очень важно, и между тем, когда в темном каналах анонимных пишут про то, что два испытка, это одно, а, конечно, другое дело, когда мы имеем задокументированные сотни случаев ООН, это совсем другой, конечно, контекст. Но все-таки помимо называния, какие, в принципе, можно залезть в этот механизм? Спасибо большое, Вадим, спасибо, Наис и Олег. Я думаю, что они очень четко разложили ситуацию с тем, что может сделать организация объединенных наций. На самом деле механизмов достаточно много. Не слышно, Константина. Меня не слышно? Нет, мы слышим. Мы слышим, я думаю, тем, кого не слышно, это вопрос по переключению языковых дорожек. Переключите на русский, английский, на каком языке будете слушать. А сейчас? Слышно. Да, Олег, попробуйте, возможно... Уже слышно, слышно. Хорошо, тогда я останусь на этом канале. Окей, значит, Олегу повторю, что до того, как вы включились, я поблагодарил предыдущих спикеров, включая вас, за то, что вы рассказали прекрасно ситуацию. Но в целом я бы хотел сказать, что ООН – это очень серьезная организация. ООН может сделать очень много. И правовых механизмов у организации объединенных наций достаточно большое количество. И устав ООН позволяет сделать много, включая организацию так называемых адхок-трибуналов уголовных и так далее. Это все, конечно, замечательно, но большинство из этих механизмов упирается в то, что для реализации этих механизмов нужно согласие. И в основном это все упираться, если почитать устав ООН в так называемых постоянных членов Совета Безопасности ООН. Совет Безопасности, естественно, это самый авторитетный орган, который может делать многое, даже включая какие-то силовые сценарии. Я говорю в целом не в отношении Беларуси. Но для того, чтобы какой-то сценарий заработал, нужно согласие всех членов, особенно основных членов, постоянных членов ООН, которые могут наложить вето, как все юристы и международники знают, на фактически заблокировать любое решение организации объединенных наций. А как мы знаем, среди постоянных членов ООН присутствуют и такие обычные, так сказать, государства, которые обычно поддерживают режим, который существует в Республике Беларусь. Это Китай и Россия. И поэтому эффективность этого органа очень часто ставится под вопрос. Поэтому механизмов можно придумать большое количество. Вопрос в том, эффективно ли запустить, возможно ли запустить эти механизмы. Поэтому политический аспект в этом смысле очень важный. Но я бы тоже подчеркнул то, что говорил Олег в своем выступлении, о том, что только достаточно экстремальные механизмы могут заставить государство что-то делать. В основном международное сотрудничество, оно основано на сотрудничестве государств. То есть государство, в отношении которого что-то делается, должно как минимум принять, согласиться с какими-то из этих оснований, из этих действий. Как мы видим, в отношении Беларуси, Беларусь фактически игнорирует большинство из тех действий, которые органы ООН в отношении его производят. То есть это известно, что практически никакие решения комитета ООН по правам человека не выполняются и так далее. То есть вот это отношение к международному праву как к чему-то совещательному, дополнительному, не такому важному. Вот это отношение, оно как бы красной линией проходит через все действия белорусских властей. И как бы многие стали это замечать с воскресенья, но на самом деле такая политика и такой подход, он на протяжении очень большого времени. То есть я бы уже говорил несколько раз, вот эпизод, который случился в воскресенье, это не отдельно стоящий эпизод. Это тенденция, которую белорусские власти демонстрируют на протяжении достаточно большого количества времени. Поэтому это недостаточно только какие-то запустить механизмы ООН. Окей, в Совете по правам человека создали панель экспертов, о которой говорил Олег, который будет документировать, что-то делать по поводу прав человека, нарушения прав человека в Беларуси. Ну окей, они это сделают. Какие последствия это будет иметь? Это большой вопрос. ОБСЕ запустило московский механизм. И Вольфган Беннедек, эксперт ОБСЕ, достаточно серьезный, с хорошими конкретными предложениями опубликовал доклад. Что, к чему это вело? Ну, внутри Беларуси, я уверен, что это не вело, практически привело ни к чему. Более того, последнее, что я бы хотел сказать, это подтвердить то, что говорил Анаиш, что в ООН существуют страны, которые как минимум не с лучшим отношением, не лучшие отношения демонстрируют к правам человека. Моя основная специализация – это Европейский суд по правам человека, Совет Европы и так далее. Я очень редко смотрю заседание Совета по правам человека, но вот когда это заседание рассматривал вопрос по Беларуси предыдущей, я посмотрел. Более депрессивного зрелища я вот сложно себе представить, когда некоторые страны высказывают в Совете по правам человека, некоторые страны высказывают позицию, которую ничего даже близкого с правами человека не имеют. Поэтому, если в двух словах подытожить то, что я хотел сказать, это то, что ООН имеет много различных механизмов для того, чтобы повлиять на ситуацию, но нужна политическая воля и сотрудничество членов, особенность постоянных членов Совета Безопасности. Во-вторых, для того, чтобы международное право не в экстремальных условиях, а вот обычное международное право имело влияние, нужно хоть какая-то обратная связь со стороны государства, в данном случае Беларуси. И только когда эти два условия совпадают, международное право может быть эффективным, но это вопрос скорее политики, а не права. Право предоставляет возможности реализовывать эти возможности. Это вопрос международных отношений, международной политики. Спасибо большое. Да, спасибо большое, Константин. Просто мне очень радостно выступление, действительно, по полочкам разложено. Мне кажется, для многих белорусских комментаторов, которые ждут голубых кассок, это было бы очень полезно понять. Хотя, конечно, грустно, что опять все упираются в кеда и опять в ту же Россию. В общем, приехали откуда-то на финале. Тем не менее, есть разные механизмы, и давайте тогда, наверное, продолжим с нашими спикерами. Я хотел бы обратиться к Светлане Валько и обсудить, какие вы со своей стороны, как координаты срочных программ трудного партнерства на права человека, какие вы, в принципе, видите механизмы, с точки зрения ООН для Беларуси, и исходя из того, что там уже задействовано, может быть, что-то еще не задействовано, какой, в принципе, есть у этого потенциал. Спасибо, Вадим. Добрый день, друзья. Меня, честно говоря, ваша компания немного пугает, особенно Константин, потому что я не являюсь юристом международником, и моя основная специализация – это организация полевой работы, сбора доказательств и верификации доказательств и подготовка доказательств для юристов международника. И, собственно, в Беларуси мы начали такую работу уже сразу в августе, и в течение всего года мы очень-очень большую коллекцию доказательств преступлений, нарушений прав и даже, я бы сказала, преступлений против человечности белорусского режима собрали. И, естественно, всегда возникает вопрос, а что с этим всем делать, куда это нести. И, скажем так, у международного партнерства «За права человека» очень долгая история работы по стандартам и работы с Международным уголовным судом. Лично я последние семь лет, наверное, в основном ориентируюсь на Международный уголовный суд в моей работе в Украине и в Грузии. И когда мы начали работать по Беларуси, сначала мы, конечно, старались поддержать наших белорусских партнеров, чтобы они могли продолжать свою работу и поддержать даже в том числе тех, кто выехал, поддержать тех, кто попытались поддержать. Параллельно мы собирали доказательства, верифицировали, мы сделали такую интерактивную accountability map, карту, в которой все видео и фото верифицированы, собраны, проанализированы по стандартам международным для использования этих доказательств кем угодно. То есть мы сами собираемся использовать для кейсов по универсальной юрисдикции, и любой человек может зайти на эту карту и посмотреть, и, возможно, использовать какие-то доказательства в своих кейсах, когда будет их строить. Но вернемся к Международному уголовному суду. По понятным причинам, Беларусь, которая не участник ничего, по понятным причинам мы не могли обратиться к суду с нашей коммуникацией, поскольку Беларусь не является страной-участником. И без резолюции Совбеза он не может расследовать и преследовать в судебном порядке преступников, которые совершены на территории государств не участников. Но потом мы вспомнили одно исключение, которое было сделано для Мьянмы, и мы начали собирать доказательства для того, чтобы сделать подачу, попадания в Международный уголовный суд, используя статью 15, используя то, что большая часть, около 14 тысяч человек беларусов вынуждены были выехать из страны, боясь преследований, боясь арестов, пыток и убийств. И большинство из них находятся на территории стран-участниц, которые подпадают под юрисдикцию суда. Это Литва, Польша, Украина, даже Украина. И мы начали работать в Литве и собирать свидетельства тех беларусов, которые выехали в Литву для начала. После того, как мы собрали свидетельства, было достаточно сложно, поскольку были коронавирусные restrictions, да, там и очень сильная паранойя, честно говоря, у большинства наших респондентов, те, кто сильно пострадал, кто уже убегал, уже получив какие-то травмы, не только психологические, но и физические, кого арестовали несколько раз, кому выносили различные приговоры и так далее. Непростая работа была. И некоторые, как бы мы попытались доказать, что власти вынудили людей покинуть страну. Каким образом, да, то есть, что некоторых власти физически загнали, как бы, как в нейтральную зону, друзьям приказали уехать или уедешь, или пристанешь перед судом, да, судебным преследованием. Некоторых арестовывали повторно, и повторно пока стало понятно, что арест неминуем, да, к некоторым применяли насилие, от которого они бежали, да, и другие серьезные нарушения прав человека. В ноябре Лукашенко объявил, что ядро, да, две тысячи протестующих необходимо увезти в Литву и Польшу, и также ратифицировал закон, позволяющий режиму лишать оппонентов белорусского гражданства. И тоже в декабре он выступил с четкой угрозы, да, мы не собираемся никому препятствовать уезжать, но помните, если вы въедете, вы не сможете вернуться. Таким образом, как бы, мы попытались доказать, что послание режима народу Беларуси однозначно, да, то есть либо оставайтесь и уступайте нам, или бегите и никогда не возвращайтесь. Хотя юридикционные ограничения МУСа не позволяют нашему, нашему сабмишн, да, нашему кейсу, который мы подали, отразить весь спектр нарушений в Беларуси. Пытки, незаконное задержание, убийства, исчезновения и так далее. Но это единственный доступный в настоящее время как бы способ привлечь этот режим к ответственности, да, то есть в рамках МУСа. То есть мы сделали подачу и попросили прокурора Международного уголовного суда открыть расследование по факту депортации и преследований. Светлана, прошу прощения. У нас еще будет возможно поговорить по судебным вопросам, еще будет про это отдельно. Может быть, есть что-то добавить именно по поводу механизмов ООН, насколько в этом контексте им обидится в принципе, что можно или задействовать еще или нельзя, и насколько там, что может быть эффективно по поводу ООНа, если мы что-то еще... Не могу добавить, потому что мы редко используем. И, в принципе, очень много коллег здесь специализируется на... Наверное, не смогу добавить. Хочу просто добавить, что сегодня утром мы сделали, как это называется на русском, supplementary communications судом по ситуации воскресенья, дополнительно к этой заявке, по тому, что случилось воскресенье, пользуясь статьей 12 римского статута, часть 2 раздела А, о том, что государство, на территории которого произошел инцидент или борт воздушного судна, поскольку государство регистрации этого воздушного судна Польша, то мы смогли сделать дополнительную коммуникацию сегодня утром по этому инциденту. Хорошо. Спасибо, Светлана. Тогда еще обязательно вернемся по поводу международного судебного преследования, потому что это действительно интересная тема, и мы видим, что сейчас не только Международный уголовный суд, это единственный способ, есть, и, видимо, другие. Тогда будем плавно переходить к нашему второму вопросу и второму раунду вступлений и обсудим возможности не только не будем сейчас скучироваться уже на Организации Объединенных Наций, но возможности других организаций, может быть, европейских, может быть, еще каких-то, в частности, ОБСЕ, Советы Европы. Какие реальные там есть возможности и пределы действий, потому что, может быть, кроме, собственно, высказывания глубокой озабоченности многие и не могут что-то сделать, а, может быть, наоборот, могут, но по каким-то причинам еще это не сделано. Давайте, наверное, тоже в том же порядке пойдем. Начнем с Олега. Опять же, помним, что Беларусь, да, не флен Совета Европы, и, как бы, еще видно, многие вопросы, которые там доступны россиянам и недоступны нам, может быть, есть. Что касается Беларуси, что можно тут сделать? Можно ли добавить короткую реплику? Да-да-да. Мне хотелось бы сказать, что у ООН есть, кроме таких долговременных юрисдикций, я имею в виду судах, есть еще простые и действенные механизмы, которые можно было применить в плане гуманитарных вопросов, имеется в виду через агенции ООН, типа ЮНИЦИАР или ПРООН, можно было бы оказать техническую помощь тем беженцам, которые уже сейчас находятся в странах, прилегающих к территории Беларуси, это и Литва, и Украина, и уже тут развернуть какую-то помощь техническую тем, кто уже сейчас этого требует. Да, европейские механизмы – штука хорошая, но опять мы, по большому счету, мы возвращаемся к тем, мы должны помнить, иметь в виду, все равно те элементы, те моменты ключевые, о которых говорили мои коллеги, и я тоже. Во-первых, это то, что европейские механизмы, так же, как и ООНовский, они так же нацелены на взаимодействие и на то, чтобы помочь странам быть лучше с точки зрения прав человека, и вот именно в процессе взаимодействия это все улучшать. Это, во-первых, и во-вторых, то, что страны действуют тоже вот исходя из этой доброй воли, потому что, наверное, ну это вот у нас в правозащитном кругу достаточно часто дискуссии относительно там обязательности или рекомендательности и ООНовских механизмов, европейских механизмов. По большому счету, мы все равно в конце концов упираемся при всем том, что, конечно, европейские механизмы более конкретные, более четко сфокусированные, может быть, более четкие формулировки о их обязательности, например, если мы берем решение Европейского суда по правам человека, в отличие от комитета ООН по правам человека. Вот эта специфика, безусловно, существует, но в конце концов два ключевых момента, это добрая воля и суверенитет, да, вот они все равно все равно имеют место быть, поскольку это как бы основа международных отношений, как минимум на сегодняшний день в принципе. Но ситуация осложняется тем, что мы еще и не признаем компетенцию этих европейских процедур, европейских механизмов, потому что мы не включались, ну, в частности, в Совет Европы. Да, мы члены ОБСЕ, но ОБСЕ такая совсем консенсусная организация, причем еще тоже важный момент, если мы вспоминаем и про ООНовскую систему, и про европейскую, есть механизмы, которые включают как бы экспертную работу, и эксперты более четко могут, опять же, назвать вещи своими именами, дать более четкую правовую квалификацию, и это в большей степени как бы правовой механизм, и есть более политические механизмы, когда это уровень странового участия, вот как, наверное, например, СПЧ в ООН, да, в ООН вскочает государство, а комитеты – это экспертные структуры. Вот. Но, конечно, европейское, если мы берем Совет Европы, он хорош тем, что это клуб более узкий, чем ООН, и это клуб государств, ну, которых, как бы, с точки зрения прав человека, так условно говоря, более джентльменский клуб. там статус и уважение к правам человека на входе в этот клуб проверяется принципиально, да. Вот. Поэтому, поэтому там и таких вопросов не возникает, надо ли принуждать. Но, в конце концов, опять же, да, как принуждение, это угроза, в первую очередь, угроза исключить. Этой угрозы мы не боимся, мы власти Беларуси. Вот. И поэтому, по большому счету, Европейские структуры, Совет Европы для нас тем не менее интересен и важен, потому что определенный уровень взаимодействия с Советом Европы у нас есть. И мы там участники некоторых конвенций. и, наверное, самое важное, что участником венецианской участником процесса венецианской комиссии, скажем так, является наш Конституционный суд. И это позволяет нам при определенных процедурах получать все-таки опять же компетентное мнение этой, ну, очень уважаемой правовой структуры венецианской комиссии. ОБСЕ штука в первую очередь это, значит, объединение стран региона и самые главные механизмы это страновые механизмы. в чем сила, в том и слабость, я бы сказал. Сила в том, что консенсусы, значит, когда все договорились, значит, все работает, но только проблема в том, что этого консенсуса трудно добиться. И когда нужно кого-то осуждать, тех, кто не хочет по общим рамкам функционировать или признавать эти, или ставить под сомнение эти общие рамки, или придумывает свою интерпретацию этих общих рамок, вот тогда вопросы возникают. ну и тут мы имеем весь тот же пакет проблем, ну, может быть, Китая в ОБСЕ нет, да, но там есть Россия, опять же, которая всякие жесткие оценки может, может не допускать или нивелировать. но вот то, что не так консенсусом делается, это возможность запустить московский механизм, там требуется, для запуска механизма требуется только желание нескольких государств, вот он был запущен. Мы уже вспоминали, Константин о нем говорил, это серьезный интересный важный механизм с точки зрения, опять же, названия вещей своими именами и дачи правовых оценок. На этом уровне все было сделано, есть серьезный доклад, он очень основанный на фактуре, выверенный, вот выводы важные, рекомендации серьезные, но дальше вопрос, опять же, когда уже выводы принятие решений политических, тут механизм проявляется всей его слабость. Вот, можно ли что-то еще придумать, можно ли что-то еще придумать, какие-то штуки в рамках этих механизмов, ну, какие-то, наверное, технические ходы, очевидно, они еще возможны, но мы никуда не денемся все равно от вот этой ключевой проблемы, ну, или, скажем, не проблемы, а ключевых особенностей, на которых построены эти механизмы, это взаимодействие и суверенитет. Эти вещи мы незыблемы и перескочить их невозможно, возможно, это и хорошо, но это, конечно, влияние на те жесткие нарушения, которые есть в системе, снижают, не позволяют делать страну, не позволяют серьезные механизмы включить. Другое дело, что, опять же, я вернусь к названию вещей своими именами. Когда это сделано, когда дана надлежащая права и квалификация тому, что происходит, вот тогда всякие двухсторонние многосторонние отношения будут включаться, и это мы видим, например, сегодня вот уже через призму этого авиасообщения, этих запретов. Дальше это все влияет на экономику и на вещи, которые не видеть нельзя. Ну, вот как-то так. Да, спасибо, Олег. Действительно, например, самолетом указывается показательным. Тогда хотел обратиться к Константину, обсудить тогда с вами, что по поводу механизмов. Может быть, мы сейчас сфокусировались, исходя из того, как я задал вопрос на Совете Европы, на европейских механизмов, но в принципе, может быть, есть какие-то еще юридические моменты, возможности, связанные, может быть, не только с этими организациями. Может быть, есть еще какие-то интересные организации и инициативы в мире, которые, может быть, связаны с кейсами разных стран, там, не знаю, африканских, ближневосточных, азиатских, потому что мы всегда как-то позитивировались, что, значит, мы все-таки в Европе, нас, может, это Европа касается. Ну, а теперь, когда в статусе международных террористов, может быть, нам надо вспоминать про опыт, не знаю, может быть, надо вспоминать про опыт Сомалия, что Сомали делают, куда корабли захватывают, ну и так далее. Да, спасибо. На самом деле, вот вопрос не совсем по адресу, потому что моя основная специализация, это как раз-таки Совет Европы, Европейский суд по правам человека, все, что с ним связано, поэтому я, наверное, в двух словах не хочу задерживать время, расскажу про это, Олег очень подробно рассказал про ОБСЕ, я только хочу напомнить, что в ОБСЕ не только Россия есть, а еще и страны, как, например, Туркменистан, Средняя Азия и так далее, которые также не очень охотно, я думаю, пойдут на поддержку белорусского гражданского общества. Что касается Совета Европы, то Беларусь не член Совета Европы, не радифестировала Европейскую конвенцию, против Беларуси нельзя подавать жалобы в Европейский суд по правам человека. На этом, казалось бы, все и закончилось бы, но с точки зрения захвата самолета, не будем юридически его называть так, как бы посаждение, посадка, принудительная посадка самолета в Минске, Тут есть некоторая зацепка для Европейского суда по правам человека, как я писал в своей статье, не исключено признание юрисдикции на территорию самолета, он зарегистрирован в Польше, и поэтому юрисдикционный крючок может быть. Единственное, что жалобы все равно нельзя будет принести против Беларуси, их нужно будет принести против Польши, а для того, чтобы имело это какое-то значение, Польша должна что-то не выполнить по Европейской конвенции по правам человека, а здесь сложно как бы винить Польшу в том, что фактически совершила Беларусь. Мы, естественно, мы знаем прецеденты, когда, например, Молдова была признана виновным за нарушение прав человека, которые были совершены на территории Приднестровья, которое фактически не контролировалось Молдовой, но, как вы видите, ситуации существенным образом отличаются. Тут мы говорим о серьезном таком раздвижении понятия юрисдикции Европейского суда по правам человека. Другие креативные методы, я не знаю, но вот сейчас идутся консультации международным органам по гражданской авиации, вот оттуда возможно придет какая-то интересная информация в ближайшее время. С точки зрения, опять же, Венецианская комиссия это очень хороший орган и в самом деле один из экспертов Венецианской комиссии также из Беларуси, однако нужно понимать, что Венецианская комиссия это не суд ни в коем случае, это организация экспертная, которая может вынести свое заключение экспертное по поводу каких-то, например, конституционных изменений, изменений в законодательстве, порекомендовать, каким образом улучшить независимость суда, поэтому это не судебный орган, фактически такой наиболее четкий судебный орган в рамках Совета Европы это именно Европейский суд по правам человека, который имеет очень ограниченную юрисдикцию, который не имеет никакой юрисдикции в отношении Республики Беларусь, потому что та не ратифицировала Европейскую Конвенцию по правам человека, поэтому более оптимистичным на этом моменте я быть, к сожалению, не могу. Совет Европы был, даже если мы не говорим о Европейском суде, Совет Европы в целом был с самого начала был очень медленным в своей реакции к тому, что происходило в Беларуси. У парламентской ассамблеи в принципе есть возможность какие-то экстра ординарные механизмы создавать, и докладчик в парламентской ассамблеи был по Беларуси в свое время, более того, были идеи о создании какого-то специального механизма по расследованию пыток через парламентскую ассамблею, но, насколько я знаю, на настоящем вопросе это еще не привело к каким-то конкретным результатам. Вот примерно так. Спасибо большое. это важный момент с парламентской ассамблеей, на безрыбье, даже такой рачок может быть полезен, скажем так. Поэтому, конечно, механизм парламентской ассамблеи это такой инструмент парламентской ассамблеи Совета Европы. Это для нас инструмент еще одного подхода, скажем, захода к привлечению политического внимания европейских политиков. Еще один дополнительный. Но, конечно, никаким решающим, никаким эффективным инструментом влияния давления он быть не может. Ну да, от Совета Европы голубых кассок мы точно не ждем, потому что их и нет. Хорошо, я бы тогда хотел продолжить и обратиться к Светлане Валько. Что вы думаете, может быть, не только мы дальше поговорим подробнее про разные суды, а помимо судов, может быть, знаете, какие-то интересные механизмы, может быть, которые в кейсах Украины или Грузии применялись, которые могут быть Беларусь полезны, и может быть, есть какие-то еще международные организации, которые мы пока сегодня не вспомнили. Ну, смотрите, мы еще не обсуждали кейсы универсальной юрисдикции, да, на самом деле многие международные организации неправительственные ведут переговоры, включая нашу, ведут переговоры с прокурорами разных стран по поводу привлечения индивидуального привлечения к ответственности, и большинство прокуроров, с которыми мы говорим по Украине в том числе и по Грузии, они, ну, то есть кейс, который ты принес должен быть железобетон, да, и большинство предпочитают рассматривать кейсы пыток, как в отличие там от каких-то постоянных судов, да, такие кейсы, кейсы пыток, они просят приносить, то есть, допустим, то же самое касается Великобритании, есть у нас сейчас кейс, который будет рассматриваться в рамках, но как бы все-таки важно мне кажется помнить о том, что есть политические механизмы типа санкций, да, и есть в многих подходах как бы индивидуальная ответственность, которая, ну, я вот на самом деле верю в то, что это действительно может индивидуальная ответственность и индивидуальный, ну, не будем говорить шейминг и блейминг, да, но индивидуальный подход к тому, что ответственность несет не только там сумасшедший фюрер, да, но и каждый судья, который принимает в этом участие, каждый прокурор, следователь, исполнители тоже несут ответственность. Из моей практики индивидуальная ответственность и призыв к индивидуальной ответственности могут хотя бы немножко снизить повторное насилие, которое происходит в стране и независимо от того, есть ли вооруженный конфликт или его нет. То есть индивидуальная ответственность и как бы работа над тем, чтобы собирать доказательства против конкретных людей, которые не только отдают приказы, но и выполняют эти приказы, она возможно не на юридическом уровне, но на уровне повторения насильственных действий, она это помогает снизить количество повторного насилия и в общем-то это тоже одна из наших целей должна быть. то есть прекрасно рассматривать и дискутировать насчет запрета полетов над Белоруссией и отказа от Белавия и отказа от дома Белавия, но нельзя забывать, что одного парня где-то там пытают и кроме того, что понесет ответственность Беларусь за этот акт террористический, мы должны еще как-то постараться защитить парня. Поэтому мне кажется, что мы много работаем с санкциями и по Украине в том числе и по Беларуси, и санкции против людей на оккупированных территориях, например, они иногда единственный возможный инструмент, который мы можем применить, поскольку доступа в том числе для судебного преследования людей, совершающих насилие и совершающих и нарушающих права человека, и которые практикуют пытки регулярные, иногда нет. Но из моей практики такие действия приносят результат в виде уменьшения насилия хотя бы на какую-то долю. точка зрения личного человека, если сядешь на 20 лет сейчас или завтра или послезавтра, в общем, не сильно велика, в любом случае это очень плохо. И может быть, да, может быть, действительно интересно задуматься. Хотел бы вернуться к Светлане, потому что сколько вопросов с судами мы только обсудили в процессе, но не отдельный, как Светлана обещал. И поскольку действительно ваша организация как раз занимается этими вопросами, хотел бы уточнить, может быть, у вас еще есть какая-то интересная информация по поводу механизмов международного судебного преследования, насколько реалистичны такие случаи и насколько, например, если представим себе гражданина Белоруссии, который страдал от пыток, который страдал дальше от несправедливого правосудия, там в суде, конечно, все это проигнорировали, ему удалось выехать в Германию и у него, положим, есть, он работал с вами, у него есть задокументированные случаи по международным стандартам. Насколько в такой ситуации реалистично, что он пойдет в немецкий суд и он добьется решения, по которому, ну, например, судья, прокурор будут включены в какие-нибудь списки Интерпола и дальше будут преследоваться в разных странах, ну, фактически, кажется, будут ездить только в Белоруссии, может быть, на курорты Краснодарского края. Насколько этот сценарий, в принципе, реалистичный или это все с очень большими натяжками через очень много лет и в небольшом партнете случая? Ну, я думаю, что это реалистично и как раз по Сирии они самые такие яркие и мы можем видеть, что это работает, да? Был кейс о, если у меня память не изменяет, по Эфиопии в Нидерландах, когда нашли очень много жертв, которые проживали не только в Голландии, но и в других странах и они выступили свидетелями и, собственно, perpetrator тоже проживал в Голландии, да? То есть такой кейс, когда удалось привлечь и он делал вид, что он простой гражданин, а не человек, который пытал очень многих, да? И идея в том, что, ну, например, по тому же Международному уголовному суду, да, мы можем сейчас принести только, мы ограничены, да, и мы можем только депортацию и преследование принести, да? И мы, я думаю, что планируем, мы работали с людьми, которые выехали в Литву, но есть еще Украина, есть Польша, Чехия, где очень много сейчас жертв режима, которым пришлось выехать, да, и мы можем продолжить это, да, но идея в том, ну, по той же Украине, да, например, мы понимаем, да, что когда страна не является участницей международного уголовного суда, ограниченные инструменты у суда, и, допустим, человек, там, выдается ордер на арест там, Каддафи, да, допустим, но это означает, что все страны, участницы суда должны выполнять этот ордер, да, и идея еще в том, что, да, мы не можем, допустим, мы вынесем, суд вынесет какое-то решение, да, и мы не можем его применить, потому что человек, например, скрывается в России, да, или просто не выезжает из Беларуси, то есть у него там все есть, у него есть трактор, у него есть дом, дворец, все, да, но это изоляция, в которой человек окажется, нам кажется тоже ценной, да, потому что он, человек не может выехать в 152 страны, потому что там люди обязаны его арестовать, да, или задержать, и продолжая эти меры, как бы человек не только в изоляции, но его активы тоже в изоляции, да, мы, мне кажется, не должны забывать про финансирование этого режима, да, и про то, что мы должны всеми силами уменьшить это финансирование, сделать как-то так, чтобы этого финансирования уже не хватало на поддержание такой репрессивной машины огромной, да, то есть всем, всему ОМОНу нужно платить, да, и всем вот эти действия, они хорошо оплачены. Мне кажется, что сейчас вот инициатива Байпол, да, которая была создана в Польше, это беспрецедентная вещь, это полицейские, которые не хотели участвовать, да, в продолжении насилия над гражданами Беларуси, которые их содержат на свои налоги, да, и мне кажется, что кейсы, которые готовят Байпол совместно с, например, польским хельсинским комитетом, с литовским правительством тоже, они будут иметь очень сильные, очень-очень хорошую детальную доказательную базу, благодаря тому, что это бывшие полицейские. И мне кажется, что такие инициативы тоже очень важны для, если мы хотим привлекать людей к индивидуальной ответственности, если мы хотим пользоваться разными механизмами, в том числе международным уголовным судом. Здесь спрашивают про 14 тысяч беженцев, это была общая сумма людей на время подачи, на время обращения в Международный уголовный суд. Сейчас это количество может меняться, но из того, что у нас есть 14, это общая сумма тех, кто выехал во все эти страны, не только в Литве. В Литве немножко меньше. Спасибо. Спасибо, Светлана. Тогда, может быть, еще последнее укачню по поводу случая, когда человек находится внутри страны, в Беларуси. К примеру, насколько это международное преследование на практике работает. К примеру, с помощью инициативы Байпол, которые, кстати, представители у нас были неделю назад на экспертном аналитическом клубе здесь. Про своей помощью собрано доказательство, что в репрессиях, в пытках, в изменениях участвовали конкретные, к примеру, сотрудники ОМОНа. Это прошло в немецком или польском суде. И, к примеру, это обыдно, есть ордер на их арест. И, к примеру, эти сотрудники ОМОНа вместе с своими семьями едут, например, отдыхать в Турцию. Настолько реалитично, что в таком случае, собственно, прямо на турецком пограничном пункте, если они будут задержаны, или это очень тонкий механизм и работает в исключительных случаях? Это реалистично. Это реалистично. Передем привет сотрудникам ОМОНа, что называется. Это семья, которые любят отдыхать не только в Беларуси. Я говорил, да, о том, что, например, большие механизмы, такие, как, например, Международный уголовный суд, они будут рассматривать только несколько человек, которые организовали этот террор, да, то есть сам президент и его помощники, то есть на очень топ-уровне, потому что его цель как раз помочь стране добиться правосудия над теми, над которыми добиться правосудия, очень сложно, то есть самые топ-персоны, которых мы не можем сами достать, а в то время, как все исполнители и среднее звено должны пристать перед национальными судами уже восстановлены, да, как бы, и их должны, их, скорее всего, там, ну, директор Окрестина, да, там, он не попадет в этот список самых топ, но в то время, как на него доказательств намного больше, да, то есть на то, что он отдавал приказы о пытках и о негуманном обращении и других нарушениях прав человека. Поэтому я думаю, что кейсы универсальной дикции, да, там, может быть, как раз люди, рассматриваются люди, которые выполняли, собственно, пытки или руководили каким-то отрядом, да, которые ответственны за пытки, да, но если брать международный уголовный суд, то, конечно, он будет рассматривать только высший топ менеджмент, который отдавал приказы общего характера о общем терроре, да, допустим, создании таких условий. И, честно говоря, в принципе, если нет каких-то вопросов, сейчас мы тоже можем постепенно двигаться к завершению, я бы только хотел сейчас уточнить у предоставщих юристов, где не рассматриваются дела против действующего главы государства, у которого есть иммунитет. Наверное, в этот момент мне сразу вспомнилось, что как раз после этих выборов впервые я решила не только о нарушении Беларуси, о недемократичном характере, но и о том, что значительное число стран в принципе не признает Лукашенко действующим президентом. И, насколько я понимаю, это как раз и создает юридическую коллизию относительно того, что если он не признан действующим президентом, в таком случае на него не распространяется этот иммунитет. Может быть, есть какие-то мировые прецеденты таких случаев, насколько иммунитет распространялся на тех, кого президентом не признавали и как это в принципе работает. То есть, правильно ли я понимаю, что здесь возникает некоторое гипотетическое окно возможностей, хотя раньше об этом, может быть, так не думали. Я не знаю, кто мог бы прокомментировать. Вот вижу у Олега включен микрофон, вижу Светлану. Есть ли какие-то на этот счет мысли и примеры? Или это оставим просто такой подвисающей репликой? Я бы, я все-таки не настолько специалист по этой теме, чтобы давать какие-то экспертные комментарии, но так в моем понимании, конечно, тут не так важно, насколько он юридически чисто был избран президентом или был ли, да, признаем ли мы его. То есть, одно дело, например, признавать какие-то подписанные им договоры о переделе страны, например, или о передаче каких-то ценностей, вот это одно, а привлекать его к ответственности, мне кажется, что все-таки факторы вот этой защиты, они будут признаваться. но это так, только мнение неэкспертное. Я хотел чуть про другое еще сказать, но это может быть после этого вопроса. Ну, если по этому вопросу есть еще желающие высказаться, или, в общем, Олег, вы можете продолжать и будем постепенно заканчивать. Ну, если желающих нет, так я просто хотел сказать, что мне кажется, что сейчас важно понимать, что вот эти механизмы защиты от нарушений прав человека и принятия каких-то мер к нарушителям, вот то, что мы имеем сейчас в Беларуси, все-таки их не нужно рассматривать только исключительно как механизмы именно по правам человека. Я почему и говорил о назывании вещей своими именами, о правой квалификации адекватной и необходимой. Это важно для того, чтобы все-таки сегодня права человека это важный элемент всех отношений к бизнесу, политических каких-то союзов, контактов, взаимодействий. И ни одна страна и Беларусь, что тем более будучи сравнительно с небольшой страной и с открытой экономикой, и с транзитной страной. Да, мы инструменты влияния, они не только вот что конкретно там международные организации могут сделать и как могут повлиять и заставить. мы видим, что страна, которая не стесняется быть изгоем с точки зрения прав человека, вот так относиться к общепринятым ценностям, она просто, ну, просто включаются другие механизмы влияния. И это не только санкции непосредственно как политические меры, но мы видим, как вот с самолетами видим, прекращаются поездки, прекращаются полеты, страна теряет огромные деньги на том, что транзит через нее не осуществляется, да, там порядка, я слышал оценки порядка 70 миллионов долларов в год потери могут быть. Мы видим, что вот мы сейчас уже видим, что для инвесторов это серьезный тормоз для того, чтобы рассматривать страну в качестве поля приложения своей активности. Мы видим, как разрываются хозяйственные связи, и неважно, что тут, конечно, власти шумят, что это там инструменты давления, нет, это инструменты нормальной реакции, это не только политическая реакция, просто бизнесу не нужны эти проблемы. Есть масса стран и возможностей, где можно вести бизнес спокойно. И сегодня это система рисков, которая убивает смыслы таких бизнесов. Поэтому надо осматривать эти инструменты влияния комплексно. И еще раз не случайно права человека не просто один из столпов, это часть, это связанные элементы. Если мы вспомним то, как активно развивается тема бизнеса и прав человека, и как к бизнесам уже это не просто элемент репутации, а это уже правовые требования, правовые рамки, в которых бизнес работает. Но от этого никуда не денешься, не хочешь жить, как все люди, жить по правилам людей, но будь готов к тому, что и люди с тобой не захотят взаимодействовать и со всеми вытекающими отсюда последствиями. К сожалению, это так. Страдают, конечно, все, но сегодня мир уже такой. Спасибо, Олег. Мне кажется, это очень подходящий спич как раз на завершение нашей дискуссии. Наше время постепенно вышло, многим спикерам уже нужно идти, если и нам. Поэтому огромное всем спасибо за то, что уделили ваше время. Спасибо.